Ну что, друзья, всем привет! Сегодня мега полезное и интересное видео, потому что мы разберем биржи. Вопрос, который волнует каждого криптона. Мы прям возьмем топ бирж и разберем, какие доступны для россиян на сегодняшний день, какие нет, где какие ограничения, где какой функционал, где лучше P2P, где выгоднее комиссии и так далее. Пойдем мы по рейтингу CoinMarketCap. Здесь все биржи в порядке убывания по объемам торгов и начнем, пожалуй, с самой известной, самой топовой и крупной биржи Binance. Binance постепенно щемит россиян и многие начали задумываться, а на какую же площадку переходить. Началось вообще все с того, что в прошлом году биржа ввела первое ограничение, это лимит средств на балансе в 10 тысяч евро. Что сейчас? А сейчас установлены ограничения на работу с любыми фиатными валютами, кроме рубля. То есть нам, россиянам, доступен теперь только рубль. Также биржа удалила санкционные банки Сбер и Тинькофф на P2P. Сначала это все работало под прикрытием зеленая карта и желтая карта, но и этого сейчас уже нет. В связи с этим многие покинули биржу. Но, конечно, наш народ найдет выходные пути всегда, поэтому сейчас эта схема работает через другие банки российские, которые не попали под санкции. Просто люди в комментариях пишут, например, только Сбер или только Тинькофф. Поэтому проверяйте комментарии и, главное, не пишите напрямую название этих банков сообщения, потому что биржа блокирует эти сообщения и в дальнейшем может накладывать какие-либо санкции и ограничения на аккаунт. А также недавно я, кстати, наткнулась на новость, что с российского филиала уходят топ-руководители. И это для нас тоже такой звоночек. И еще напоминаю для тех, кто забыл, по требованию SEC Binance прекратит поддержку своего стейблкоина BUSD, поэтому не храните средства в этом активе. В общем, на биржу давят регуляторы, якобы не соблюдаются санкции для РФ, поэтому бирже приходится вводить все новые и новые ограничения. Ответ на вопрос, работает ли на этой бирже, я думаю, вы знаете сами. Следующие две биржи это Coinbase и Kraken. Мы их сразу не рассматриваем, это, конечно, топовые американские биржи, которые работают на рынке больше 10 лет, но они для россиян недоступны совсем. Следующая биржа KuCoin, китайская, работает с 2017 года. Год назад я делала полный обзор на эту биржу, и все это время она стабильно держится в топе, но ограничения для россиян также ввела. В общем, вслед за Binance на P2P были удалены санкционные банки, Сбер и Тинькофф. И если на Binance эту историю еще люди пытаются обходить, то здесь биржа пообещала блокировать аккаунты за попытки работы с этими картами. Получается, что первые четыре биржи из топа у нас уже отпадают, поэтому идем дальше. Bybit. Биржа работает с 2018 года, за ней стоит китайская команда. Зарегистрирована она на британских Виргинских островах. Сейчас об этой бирже все только и говорят, и я очень часто слышу слова о том, что нужно переходить с Binance именно на Bybit и все такое. Так вот, долгое время биржа не вводила никаких ограничений для россиян и не планировала. Были, правда, новости в СМИ в конце августа о том, что биржа все-таки удалила банки, которые попали под санкции. Это Сбер и Тинькофф. Но на самом деле они пока доступны, и вы их можете спокойно выбрать в способах оплаты. Поэтому пока все окей, можем пользоваться. Кстати, торговые комиссии на этой бирже составляют 0,1%, что очень даже неплохо. Следующая биржа OKEX, тоже китайская, работает с 2014 года, и на нее резко волной переходили пользователи с Binance, как и на Bybit. Но в итоге она тоже не осталась в стороне и ввела ограничения для россиян. Что за ограничения? OKEX просто убрали рубли из списка валют. Говорят, что можно выводить доллары, например, на Тинькофф или евро на Альфа-банк. Я проверила, такие вариации действительно есть, но объявлений нет ни одного. И рассмотрим еще одну биржу, про которую говорят, на которой есть P2P. На CoinGecko она занимает третью строчку рейтинга по объему торгов, и это биржа Хобби. Тоже такой старичок на рынке криптовалют, работает с 2013 года. И, кстати, если вы не знали, в 2022 году ее приобрел основатель Tron Justin Sun. Эту биржу я сама иногда время от времени пользуюсь, не один год, и там сейчас ограничений никаких нет. Единственное, что комиссии на торги все-таки повыше, чем на Bybit, составляют 0,2%. Но если оплачивать комиссию в токене биржи HT, то будет еще скидка 25%. Сбер и Тинькофф на P2P присутствуют, я сама лично все проверила, поэтому пользоваться можно. Здесь все окей. Единственное, что не могу не поделиться слухами, которые недавно ходили об этой бирже, из-за которых с биржи был массовый отток средств. В общем, были у ребят некоторые проблемки, и началось все с того, что в СМИ появилась информация об аресте руководства биржи в Китае. А затем известный криптоаналитик Адам Кокрон опубликовал серию твитов, где выразил сомнения по поводу платежеспособности биржи, и в СМИ уже писали, что хобби пошла по пути FTX. Но в итоге они вышли из этой ситуации сухими из воды, увеличили резервы, залив ликвидность, провели аудит, купили облигации. В общем, пока все нормально. И давайте бонусом расскажу еще про одну биржу, о которой слышу в последнее время очень много положительных отзывов. И это биржа MaxC. Что о ней говорят? Во-первых, что она очень удобная. Во-вторых, что не вводила никакие ограничения для российских пользователей. И в-третьих, что на ней нулевые комиссии. Могу сделать подробный отдельный разбор на эту биржу. Если интересно, маякните в комментариях. Ну и давайте подведем итог. Во-первых, хочется сказать, что это все очень печально. Ну а если к сути, то, как мы видим, на площадках, которые ввели ограничения, обходные пути находятся. Но их становится все меньше. Сообщения там с названиями банков отслеживаются. И биржи действительно могут уже блокировать, начать блокировать аккаунты. На самом деле, это не биржи плохие, а политика. И в связи с жесткими санкциями биржи просто обязаны вводить ограничения. Так как работают в рамках правового поля. Поэтому и сейчас смотрим на площадки, работающие вне юрисдикции ЕС. Ну и преимущественно азиатские биржи. Исходя из нашего ресерча, выделим Bybit, Hobby и Maxi. Ссылки на эти биржи обязательно оставлю в описании к этому видео. Переходите по ним и регистрируйтесь на этих площадках. Главное, помните, что в один момент политика любой биржи может измениться. Поэтому следите за новостями.